Самарские новости спорта Это мое первое соревнование после операции. Травма на колено была и нужно было где-то стартануть. Поволжье достаточно сильный регион. Самый сильный считается во всей России, так как на чемпионате приезжаем и девушки с Поволжья борются на уровне хорошем. Конечно, самая главная мечта любого спортсмена – это Олимпийские игры. Поэтому будем стараться на 20-20, а там видно будет. Главное, чтобы здоровье было. Накануне чемпионата Поволжья прошла конференция. Главное событие – избрание нового руководителя Федерации дзюдо Приволжского федерального округа. Им стал президент Федерации дзюдо Самарской области Иван Матынга. У Ивана Анатольевича серьезные и амбициозные планы положительного характера по развитию дзюдо на территории Приволжского федерального округа. Были заявлены такие перспективные направления, как дзюдо в школах. В Самаре есть участники Олимпийских игр, есть чемпионы Олимпийских игр. Конечно, жалко, что здесь нет дома дзюдо, нет масштабного спортивного центра. Но я думаю, что губернатор очень активно ведет позицию в Самаре. Я думаю, что этот вопрос в ближайшем будущем решится положительно. Сборная Самарской области в общей сложности на чемпионате ПФО завоевала 12 медалей, из них 5 золотых. Самарские борцы дзюдо, как всегда, выступают успешно. Мы надеемся, что они попадут в сборную и будут защищать честь нашей Самары на всероссийских соревнованиях. По итогам чемпионата по Волжье на чемпионат России поедут 10 самарских дзюдоистов. Четверо выступят за мужскую сборную и шестеро за женскую. Турнир пройдет в начале сентября в Нальчике, Кабардино-Балкария. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.